Ну что, ребят, добро пожаловать на стрим и на новую рубрику КСР на прокачку. Смысл рубрики простой, у нас есть пациент в виде Дэнчика, и мы будем поднимать его скилл в КСГО. Что же, нам для этого нужно, нужно время, естественно, и определенная программа, так сказать, тренировок. То есть у нас есть подопытный в виде Дэна, которого мы будем тренировать. Также, соответственно, на основе этих стримов я бы хотел сделать такие обучающие ролики. То есть, ну просто брать стрим, монтировать все, что нужно, и, естественно, делать такие обучающие видосы. Просто делать какие-то видеогайды мне не сильно хотелось, потому что хотелось попробовать свои силы именно в тренировке. Смогу ли я поднять скилл человека со своими знаниями, своим багажом знаний. Дэн будет сегодня играть три игры всего лишь. После всех игр мы возьмем одну из демок, где он больше всего накосячил, и будем ее разбирать. В принципе, на этом строится суть. Так, у меня написано «Неверная позиционка». Окей, ты идешь на Б, потому что увидел то, что у тебя все твои тиммейты пошли на А. Вы делаете правильное решение с еще одним типом, потому что теры идут на Б. Но если бы они не раньше уходили, то они уже вышли бы. Выходит тер, и ты почему-то вот... Ты почему-то побежал вот сюда, открывшись под Тёмку. Под типов, которые... Окей, да. Ты хотел его убить, но почему бы не встать, к примеру, вот у боксов вот здесь. Ты бы он смог простреливать вот так вот. Ты бы он смог простреливать, если бы он прошел как раз за Икс. А так ты, по сути, вышел сюда, и тебя просто от Стёмки спокойно видно, и тебя все, кому не лень, убивают. Да, ты убил террориста на толку-то от того, что ты сдох при этом. Ну, твой тиммейт там, правда, тоже сидит по центру. Тебе нужно все время занимать такую удобную для тебя позицию, чтобы тебя не убили сразу же. Ты не был открыт полностью. По итогу террористы заходят на точку, и вы проигрываете раунд за это. Вот, так, здесь вроде тоже всё окей, ты стоишь, ждёшь, вот, смотришь зачем-то в мид. Смотрел, опять куда-то не пойми, куда смотришь, на тебя выходит террористы, по итогу убивают. По идее, на карте ты должен был видеть бомбу, потому что её выбили. То есть, соответственно, стягиваться куда-то на тебе не имело никакого смысла, потому что... Твой, типа, просто стреляется в миде, там умирают, размениваются. Вот, ты начинаешь сейчас стягиваться там, на, и по итогу, вот, типа, уходит. То есть, ну ладно, ты ещё более-менее успел посмотреть в его сторону. Смотри, когда ты идёшь куда-либо, у тебя в любую сторону модель какой-то с одинаковой скоростью. В такой ситуации ты всё время идёшь просто спиной к двери. Потому что на миде есть у тиммейт, и, соответственно, никто тебя с КТ спаун или Смеда не убьёт. Ни тебя может выйти, тот человек в Тёмке. Поэтому я должен смотреть в Тёмку, чтобы, если что он вышел, ты смог среагировать и убить его. Но тут пострелье не пошло. Да, с проблемой. Так, шестой раунд, вот. Тут есть уже косяк. Так, вы вдвоём занимаете Бен. У вас двух убили на ланге. Вот у вас убили тут двух типов. Плюс засветилась пачка, опять же. И плюс у вас тип вот здесь уже запушил, ну, как бы Тёмку. Я не знаю, что вы здесь стоите вдвоём. То есть, обращаю на такие мелочи тоже. И манинами на карте. Потому что вот ты тут ещё мечишься туда-сюда, не знаешь, что тебе делать. Тип уже у вас успел даже из Тёмки выбежать на Б. Стоишь с гранатой, во-первых. Ну, не стоит никогда стоять так с гранатой. Тип может просто на шею тебя пытаться выйти. Ты всё-таки один стоишь. Ты здесь решаешь почему-то просто пойти вот так вот агрессивно в Тёмку. Ну, окей. Ты убил. А вапера, тебе повезло, что он тебе не попал. Вот. Но так делать нельзя. Причина простая. Ты стоишь один в сайте. Соответственно, если тебя убьют, плент остаётся полностью открыто. Так, ехали дальше. Тут у нас чё? Ну, судя по всему, пуш-шартан. Ну, шутки уже идёшь. Ну, зато тебя боссы палят всю контору. Вот, смотри. Если ты тут никого не увидел вдруг, лучше дальше не пушить. Плюс у вас он тип один дал фраг на ланге. Даже с юмпом лучше встать за угол. Соответственно, вот здесь. В общем, вот здесь за угол встаёшь и ждёшь. Потому что у тебя юмп. С юмпом на дальней расстоянии не постреляешь. Потому что если ты выйдешь, например, уже в мид, вот сюда, вот здесь типа, который у тебя будет контролировать, ты навряд ли перестреляешь с юмпом. Потому что у него, скорее всего, калаш, м-ка у них есть. Так что, ну, шансы такие себе. По итогу, ну, вы запушили с Батом, вас двоих он один типа и похоронил, как бы. Тем самым открыв дорогу на шорт. И, соответственно, на плент. Вот дальше опять идёшь. Бла флешка. Ну, тут я просто не знаю, опять. Ты пошёл пушить, тем самым отбил целое направление. Дал парням зайти на плент. И всё. Смотри, если у вас никто не смотрит шорт со стороны меда, с АВП, то встаёшь просто за плент, вот здесь, и просто чекаешь выход, кто здесь будет выходить. У тебя видна там только голова. И, соответственно, за счёт того, что у тебя более лучшая позиция, ты можешь убивать типов. Ну, или, по крайней мере, тебя будет очень сложно выкурить. То есть у них не будет молотовых, либо хаешек. А вот такой безрассудный пуш-бэн, ну, пуш-шорта, это, ну, такая себе идея. Это суицид прямой, и просто банально слиф-раундер. Очередной пуш-шорта, как я помню. Вот шорт, это твоя любимая позиция, как я понял. Тут ты уже такой без шифта, о-ло-ло-раш. Окей, первого убил, тут же его разменял другой тип. Итог. Открытый шорт, открытый аплэнд. Даже несмотря на то, что там есть тип на флангу. Ну, тут, скорее всего, он даже успеет убить. Нет, не успел. Тринадцатый раунд. Так, позиции он как. А, ну я вспомнил, да. Вот, ты понял то, что есть кто-то на шорте, потому что это его тиммейта убили. Вот, выходит тип. Достаёшь ножик, такой, хочешь ему кинуть, наверное, между глаз. Окей, кидаешь хаешку, хаешка неплохо залетает. И потом ты идёшь в открытую просто позицию. Челк пылает тебе в голову, и ещё хаешка разрывается под твоей жопой. Итог, он тебя убивает. Но! Встань ты за боксы, скорее всего, бы ты его убил, а не он тебя. И по итогу была бы выбитая пачка. Ну, смотри, ещё твоя ошибка твоего тиммейта. Он диффузит стоя. Взял, сел, просто, и всё, и спокойно. И раздиффузит. Даже не знаю, не то, что тяжело, тебя просто не будет видно. А так, он открыт, типа просто и там стреляется. Итог. То, что он там тащил, 4 минуса дался в ВП. Он же сам и заруинил. Ты зачем-то бежишь пушить? Убиваешь одного, но потом умираешь. Я плент пустой. Твой тиммейт заходит в спину, его убивают, потому что он промахит с ОП. Опять же, не надо пушить. Ты играешь за контртеррористов. Твоя задача защитить два плента. Тебе надо их защитить. Тебе не нужно пушить. Пушить, ну, поджимать даже. Стоит только в том случае, когда у вас плохой бай, там, пистолеты, там, или там, ну, какие-нибудь СМГ-шки даже. Да, в упоре они более убойные, чем на расстоянии. Тогда может это и стоит сделать. Но не с Фомасом. Когда ты мог стать, опять же, в сайт, и вот здесь просто отстреливаться, если бы они пошли на тебя. Так что, не пушить. Это первое правило, которое ты должен для себя запомнить за КТ. Вот так. Триндец. Никогда ее не скидывать батту. Поверь, лучше эту бомбу всегда по себе имей. Потому что порой союзники у тебя тоже умом не отличаются. Вот вы прошли шорт, а бомбы нету. О, вот этот раунд, это просто нечто. Сейчас чем-то будет. Вот вы выходите на Типа, он один здесь. У тебя пачка в этот момент, заметь. Вы не убили его, ты бежишь ставить бомбу. И он тебя убивает. Я рассчитывал, что я успею. Никогда не надо рассчитывать, что ты успеешь. Всегда нужно сначала убить Типа, потом уже ставить. Потому что, как итог, у Типа, кроме Армора и Молика, в начале раунда ничего не было. Но! Он убивает тебя с Калашом и Армором, там, с гранатами. И убивает еще второго Типа. В итоге он в соло сдержал плент от вас двоих. Получил еще девайс, но правда, с третьим не успел справиться. Здесь ты с ножом бежишь по меду, что делать нельзя. Потому что мы, кстати, вапер. У тебя там бы, с оружием дошел бы, не собственно. Вот. Опять же, позиционирование прицела. Ты когда вот так вот выходишь на шорт, твоя первая задача все-таки не вот так вот стену смотреть. Тебе надо вот отсюда уже чекать вот это направление. То есть, кто может здесь сидеть? Может быть здесь сидеть, потому что на северах любят купить, занимать. У тебя же, ты же смотришь вот сюда. Где уже никого точно не видишь. Ну и по итогу перед тобой чел, ты на него как-то вот долго реагируешь. По итогу он с юспом тебя перестреливает. Так. Снова на лонг. Достаточно поздним таймингом. Смотри. Ты выходишь. И перед тобой пролетает гранат справа откуда-то. Тебя это даже не удивило. Ты не посмотрел направо. А я не заметил эту гранату вообще. Ну это вот плохо. Будь внимательный. Потом чел сзади тебя начинает топать. А я его не заметил. Я понял, что откуда-то стреляли, но вот ориентир. И по итогу он такой. Убери. Всегда будь внимательным на такие вещи, как пролет гранаты. Тебе нужно понимать, откуда она пролетела, если ты ее видел. Плюс, ну для тебя она была легко было понять, откуда. Она куда с правой летела. Надеюсь, с правой чел стоит. Согласись, просто так она не может туда вылететь. Ну и в принципе, как ты вот так вот в соло выходишь на лонг и никого не видишь вот здесь. и в принципе там тайминг даже он достаточно поздний был. Минут 20, минут 30 выходил. Чел может спокойно уже здесь быть где-то. Поэтому надо чекать вот этот угол, я ему чекать, естественно. Проходите по шарту, все окей. Сошли на плент. В принципе, уже зайдете ставить пачку. Но если ты выметаешься, не знаешь, что делать. В такой ситуации ты просто анализируешь карту, смотришь, куда у тебя пошли тиммейт. Ага, один у меня вот здесь пошел, второй у меня сидит у КТ на ящиков. Соответственно, у нас четверо, один стоит пачку и последний я. У нас осталось направление целого, который не смотрится. Это шорт. Соответственно, я бы пошел и стал бы смотреть. То есть, возможно, ну, у меня в упор, кстати, такой символ. Ну, сайдар даже. То есть, это вот то, что тебе нужно делать. Было бы. Ты смотришь в сторону ланга, потому что там чел-то стреляется. Окей, хочешь ему помочь, говоришь, давай сам справляйся. Ну, видишь, медиа, типа. Увидел, ну, хоть отошел. Потом опять пошел за тачку. Боком, по сути. И тут уже выходит тип шорта. Как я, в принципе, говорил. Кто-нибудь еще и стреляется, и вот, кто убивает тиммейт, самое главное. И ты опять же куда-то идешь. Смотришь куда-то в пол. Я не паник. И не паникуй, самое главное. Спокойно. С холодной головой. Били типа на шорте, все равно смотришь шорт. Потому что еще два ктшника живы, и они могут прийти с шорта. Да, там по-другому инфоблазу, что КТ, но кто-то по строю, ты еще не знаешь, не видел в тот момент. Поехали дальше. Находите шорт, И опять же, ты выходишь как-то, несмотря даже в сторону человека. Убиваете первого. Кинули флешку. Знаешь, там еще один есть сто процентов. Особенно все равно так долго разрывается, что точно есть кто-то. Ты смотришь куда-то в стенку. Опять же. А чел стоит слева. Когда так выходит, что должен изначально выходить уже в целом влево. А не так получилось, что у тебя было еще пару секунд лишних, чтобы пока ты там развернешься, убить тебя. В общем, как-то так. Так, да. Давай. Что ты понял из всей игры? После моих объяснений. Что с таким настроением, в которое я садился здесь я играть в КС это раз. Второе. Прицел надо держать на остре. как ухо как ухо вострок, потому что в пол надо смотреть. Вообще никогда больше пол не смотреть. Третье. Это то, что хотя бы прислушиваться к топоту, потому что топоту я только слышу, когда только кто-то один оставался. Смотри. Топот это твоя самая главная информация. По ней ты можешь определить направление примерно на атаки противника, когда они бегут на твою точку толпой. В принципе, сколько их идет. один, два, ну там больше двух там уже сложно про разобрать. Вот. То есть твоя главная информация, если ее никто не дает. Не карта эта, твоя вторая главная информация. Потому что ты по ней можешь видеть, кто где стреляется. По красным точкам. Ну и где выпала пачка, если она выпала, естественно. Вот. Породолжай. Все. А свое позиционирование правильно выбрать позицию. Ну, буду меньше, меньше рашить. Но это не про раш, про то, что нужно занимать позицию так, чтобы тебя не было видно ото всюду. А видно было только с той стороны, в которую ты смотришь. Это самый лучший вариант. На этом, ребят, все. Дэну сейчас просто все дообъясню. Вот. Подобную рубрику у нас выходить будет каждое воскресенье. Постараемся, по крайней мере, воскресенье делать. И также с подобного стрима я буду монтировать его уже более емко. То есть в основном то, что я хочу донести до Дэна. То есть объяснение именно ошибок его во время игры. Поэтому, я спасибо, кто-то подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы подобных стримов. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока и удачи вам.